Владивосток сковали утренние пробки, однако на этот раз заторы нестандартные. Они осложнены снегопадом. Сервис Дубльгиз оценил дорожную ситуацию в 9 баллов. Автомобилисты советовали либо не выезжать из дома, либо выезжать, но раньше обычного. Пробки наблюдались во всех частях дальневосточной столицы. Дело в количестве снега или дожде предшествующему снегу. А ведь гидрометцентр предупреждал. Ориентировочное количество выпавших осадков за ночь во Владивостоке составило 41 миллиметр. Утром сохранился мокрый снег, снег с количеством 4-5 миллиметров. Высота снежного покрова от 2 до 4 сантиметров. Сохраняются гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, местами гололед, снежный накат. Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешел в ливень. В 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сопровождающийся шквальным ветром. В результате на дорогах образовался гололед. Водителям пришлось не сладко. Так, на улице космонавтов несколько автомобилей утонули из-за сильного ливня и снега. Уровень воды достигал 60-70 сантиметров. Непогода стала причиной и нескольких ДТП. Были закрыты для движения автотранспорта обездная трасса Седанка-Патрокол и улица Капитана Шефнера. В этом году первый снег очень сложный для нас. Дело в том, что дважды произошел так называемый переход через ноль. Это те случаи, когда изначально на дорогу идет дождь, происходит понижение температуры с плюсовой, на отрицательную переходит в снег. И повторное это произошло еще дважды. Несмотря на заявление администрации Владивостока о 170 единицах техники на очистке дорог, многие жители в соцсетях сообщали, что не увидели ее фактической работы. Кто-то ни разу не встретил ее с утра вообще. А другие сообщают, что техника в основном работает в центре города. Третьи говорят, что видели тракторы, просто полирующие лед. С самого раннего утра, я считаю, нужно было убирать на дорогах, потому что вот с неба-то выдвинулся, допустим, я в 8 приехал, в 10 только вот на Шилкинскую. То есть районы плохо чистятся. В основном центральные дороги. Вот, я думаю, со мной все согласятся. Вот, там каши очень много вот этой всей. Ну, потому что сейчас ожидается еще минус вечером, и все это в лед, в корку встанет, будет жесть. Убрется он, да, в асфальт, с своим ковшом, он весь осадится, порвет, и все, не будет дорог у нас. Так более-менее справляются. Ну, скажешь, не справляются, лучше бог, мы поезжим. Вот и все. Как сообщили на муниципальном предприятии, содержание городских территорий еще накануне дороги были обработаны противогололедными реагентами, но прошедший ливень смыл их с проезжей части. На всех 24 участках, на которые в преддверии зимы поделили Владивосток, работали звенья снегоуборочной техники. Но в связи с транспортными заторами движение этих машин, как и других автомобилей горожан, слишком медленное. У нас сейчас обработано порядка 5 миллионов квадратных метров, работает 154 единицы техники. Сейчас убираем, сгребаем, убираем воду с дороги, для того, чтобы не было намерзания и наката. Общественный транспорт, кстати, тоже подвел многих. Он работал с перебоями. Автобусы выбивались из графиков. Трамваи вынуждены были делать остановки из-за транспортных заторов. Было отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы. Аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Комунной и Есенино-Военное шоссе, а также в поселках Воевода, Рында и Подножье. В аэропорту Владивостока были отменены все приморские рейсы. К слову, синоптики не исключают повторение погодного явления. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.